Привет друзья! Засиделись мои золотые рыбки в аквариуме на зимних квартирах. Все никак не мог подготовить пруд. Надо было подготовить его еще в апреле, но по техническим причинам никак не мог перезарядить пруд раньше. Я его сейчас перезапускал и вот пару дней назад перезапустил пруд. Сейчас ждал когда там вода немножко водопроводная отстоится, придет в норму. И вот сегодня буду пересаживать пруд вот этих золотых рыбок. Они тут уже скучают вовсю по свободе. Я здесь им уже в этом аквариуме месяц не наводил порядок. Подзапустил немножко этот аквариум. Но сегодня они пойдут у меня в сад на свободу. Один из мальков так и не окрасился в красный цвет. Вот он лежит. Так и остался близко к зеленой расцветке. А так все остальные мальки. Это малек прошлого года. А так все остальные мальки превратились в золотых рыбок. Этот больше похож на природного карася, от которых и произошли эти рыбы. Ну вот, друзья, я выловил золотых рыбок из аквариума. Сейчас они у меня здесь потихоньку будут адаптироваться к воде в пруду. Я им доливаю теплую воду из прудика понемножку. А в прудик я доливаю сейчас теплую воду. Она у меня идет с водогрейной колонки из дома. Вот такая теплая водичка. Я специально оставил немножко места в пруду, чтобы долить его теплой водопроводной водой. Водопроводная вода здесь погода не сделает, не повредит никому, потому что в пруду здесь уже много воды отстоявшейся, подышавшей. Сейчас уже вторая половина дня. Вода в пруду слегка прогрелась на солнышке, насытилась кислородом. На пленке на стенках прудика очень много пузырей воздуха. Видно, что вода очень хорошо насыщена кислородом. И сейчас, после тесного застощения в аквариуме, мои золотухи пойдут в прудик. А пока они адаптируются к воде в пруду, я вас немножко познакомлю с окружающей обстановкой и с прудиком. Вот слева от меня сейчас вовсю цветет герань. Очень красиво распустилась садовая герань. Зацвела хорошо, очень пышным кустом. Справа от меня цветут вовсю ландыши. И вот здесь цветет и благоухает моя клумбочка. Так вот она выглядит сейчас, на сегодняшний день. Вся-вся-вся-вся в цвету. Цветет абриетта, цветет гвоздика. Очень пышно. Вот это вот еще одна герань. Гвоздика очень пышно, очень ярко цветет. Цветут другие цветы самые разные. И вот в такое время запускаю прудик. Прудик также готовится к цветению. Вот здесь у меня немфея природная. Белая немфея. Она уже вся-вся-вся в бутонах. Отсчетливо видны бутоны. Она вот-вот зацветет. Рядом немфея культурная, садовая, аттракшн, аттракцион. У нее тоже уже вовсю пошли бутоны. Не знаю, будет ли вам видно эти бутоны. Я, например, сейчас в данный момент не особо вижу. Но поверьте мне, насло там полно бутонов и она вот-вот зацветет. Хуже перезимовала немфея колорадо. Она у меня в прошлую зиму подмерзла и за прошлое лето не успела восстановиться. Сейчас с ней идут очень маленькие росточки. Там есть живые почки еще. И я надеюсь, что за это лето она все-таки восстановится. Часть растений я удалил из пруда. Убрал огромный куст природной немфеи. Сейчас не знаю, куда ее девать. Как вы видите, она уже с бутонами, но она слишком загущает посадки в пруду и пришлось ее удалить. Удалил также вот этот контейнер с прибрежными растениями. Не помню, как называются эти цветы. Что-то похоже на подорожник. Ну, они также загущали сильно пруд и я решил их убрать. Оставил я в пруду и у козью. Вот так она сейчас выглядит. Я ее немножко подстриг. Хочу напомнить, что ивы стоят на страже чистой воды в наших водоемах. Они своими корнями прекрасно высасывают все нитраты и босфаты из воды. Также на их мочалкообразных корнях хорошо задерживается муть и там любят развиваться различный планктон, различной инфузории, дафни и так далее. Кроме того, ива выделяет в воду своими корнями какие-то органические соединения, которые препятствуют цветению воды. Так что ива заботится о чистоте воды в наших водоемах. Это ива у меня уже здесь зимует в мороженое в лед в этом водоеме. Три, по-моему, зимы. Она прекрасно переносит такие морозные зимы. Просто вот так вот остается в островке, обмерзает льдом. Я ее немножко подрезаю, чтобы сделать ее декоративнее, чтобы не допустить разрастания ее в дерево. Делаю из нее такой своеобразный бонсайчик. Ну и перед тем, как запускать, перезаряжать водоем, а я хочу сказать, что прудик, так же, как и любой аквариум, надо периодически чистить. Я его чищу, перезапускаю, меняю в нем пленку раз в два года. Так вот, перед тем, как поменять в нем пленку, поменять в нем воду, я в старой воде подкормил все свои нимфеи. Подкормил я их садовыми удобрениями обычными и вода не зацвела. Может быть, температура была низкая, но вода не зацвела. А сейчас я воду поменял и удобрения в воде не осталось. В то же время немфеи у меня подкормлены и хорошо пошли в рост. Всем временем вода в пруду набралась под завязку, под самый верхний уровень. И теперь можно будет выпускать сюда золотых рыбок. Они здесь уже немножко адаптировались. Сейчас в этом ведре вода полностью заменена. Это практически вода из пруда. У меня высажены были в пруд пять золотых рыбок. В прошлом году они у меня от невестились. И здесь сейчас взрослые золотые рыбки и их мальки. Из взрослых рыб у меня осталось три золотых рыбки. Одна из них погибла сразу. Ее съел краб, как только я ее пересадил домой в аквариум. И одна комета у меня погибла совершенно недавно. А вот такая, как эта, это тоже чувствует себя неважно. Буквально на днях у меня комета одна исхудала. Стала двигаться вяло, качаться и погибла. Это, видимо, какая-то болезнь. Но я не знаю, что это за болезнь. Вот еще есть одна такая комета есть, больная. Я ее сейчас вам показываю. Она тоже очень сильно исхудала. И я не уверен, что она перенесет пересадку. Вот эта комета. Остальные рыбы вроде более-менее чувствует себя нормально. Погибла сзади у меня два малька по моей вине. Ну а вот эти вот остальные рыбы сейчас пойдут в прудик. Некоторые мальки за это время довольно хорошо подросли. И сейчас уже вполне половозрелые. Итак, друзья, мы выпускаем золотых прудик. Поплыли. Потихоньку выходят, осваиваются. Вот последняя красивая оранжевая рыбка. Так, вышли все. Ох, как хорошо им будет в этом прудике. В чистой воде, на просторе, на свободе. Здесь будет хорошо дышать. Будет просторно. Кометы любят большие пространства. Комета рыба скоростная. И будут здесь чувствовать себя вольготно. Вот они сразу пошли нормально по прудику. Ну да, они адаптировались уже к воде в пруду. Вода здесь чистая. Пусть они там сегодня плавают, осваиваются. А завтра их слегка покормлю. Все-таки пищи в этом пруду еще недостаточно для них. Вода свежая, полностью поменена. И здесь нет никакого планктона. Пока он развоется, рыбок придется немножко подкармливать. Ну вот, друзья, прудик мой запущен. Сейчас ждем цветения неофея в этом пруду. И продолжаем следить с дальнейшими событиями. Всем пока. Всем красивых здоровых аквариумов. Заводите себе прудики в саду. Это очень красиво.